Приветствую всех, с вами Михаил. Сегодня мы поговорим про наушники от компании Ollo Audio. Да, не OPPO, а Ollo. Что же за названия такие придумывают? Это наушники, которые используют в основном в студиях. По крайней мере, по словам производителей этих наушников, которые находятся в Словении, в предгорье Альп. Наушники, я вам поближе их покажу, сделаны из дерева. Короче, там все круто. Смысл в том, что такие студии, которые пишут Rockset, U2, Iggyazella. Короче, куча известных музыкантов пользуются этими наушниками. И сегодня мы на них посмотрим. А сравнивать мы их будем, кстати говоря, в общем-то уже не удивлю никого. Это Hi-Fi Man HE400i. По стоимости эти наушники очень похожи. И думаю, это будет достаточно справедливое сравнение. Несмотря на то, что Hi-Fi Man это у нас из Динамо. А это обычные динамические наушники. И я хочу сразу сказать, что я не рекомендую покупать эти наушники. Но обязательно досмотрите этот обзор до конца. Потому что на данный момент, я не знаю, сколько это еще продлится. Но на данный момент это мои любимые наушники. Давайте посмотрим на них поближе. Как вы видите, это не полноразмерные наушники в прямом смысле слова. Вот если сравнивать размер амбушюр с тем же самыми HE400i, эти поменьше. В них ухо здесь полностью помещается. А здесь, если особенно у вас большие уши, то оно может немножко касаться. Но они очень-очень мягкие. Здесь что-то типа велюра. Приятное такое нажатие. Ну, в общем, претензий никаких. Очень-очень мягенькие, приятные. Провода отсоединяются. Здесь вытащено из открытых, кстати говоря, наушники. То есть, нельзя их слушать в транспорте или еще где-то. Вот это вот дерево. Это настоящее дерево, а не какой-нибудь шпон. Это вытащено чуть ли не из настоящего полена. Причем где-то в предгорьях Альп. Это натуральная кожа итальянская. Потому что Словения, где их делают, они находятся рядом с Италией. В общем-то, здесь никаких проблем нет достать хорошую кожу. Саморегулирующиеся наголовья. То есть, когда вы их одеваете, они вот так вот вытягиваются. Вот видите. Дуги вот эти вот металлические. Кажутся хлипенькими, но нет. Они имеют очень приятный прижим. Нигде ничего не давят. И в то же время держатся на голове отлично. Наушники очень легкие. Они даже легче, чем Хе 400А. Хотя это легкие наушники. Великолепно сидят на голове. Прекрасно, на мой взгляд, выглядят. То есть, это такой вот дизайн в стиле ретро. Но, на мой взгляд, это хороший пример дизайна в стиле ретро. Короче, вот по внешнему виду и по всем остальным характеристикам, которые можно показать, повердя их в руках. Отличные уши. Ну, а теперь мы их послушаем. Причем мы будем слушать 7 отрывков по 30 секунд. Короче говоря, сравниваем Хе 400А с Олло Аудио. Интересное сравнение. И думаю, что в процессе прослушивания вы удивитесь. Скажете, боже мой, как это вообще можно слушать. Но об этом мы поговорим тоже чуточку попозже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 atos Дмитрий переウидов Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий поглашу И губ незацелованных Изгиб Послушали? Ну а теперь естественно смотрим АЧХ На графике АЧХ красная линия это Hi-Fi Man И зеленая линия это Olo Audio S4 Видим, что у Hi-Fi Man нижние частоты выходят на средний довольно-таки ровненько Серединка у нас хорошая, ровная Здесь идет небольшой спуск вот такой вот И здесь горбик В общем-то, ну прекрасный результат, все отлично Теперь смотрим у Olo Audio Видим, что низкие частоты здесь имеют при переходе на средний горбик Вот здесь вот на средний низких горбик имеется Который, ну в общем-то не должен быть Но именно этот горбик дает вот это вот вкусное, приятное, заполняющее звучание Серединка тоже хорошая Здесь имеются небольшие горбики-провальчики Ну в общем-то, все в пределах нормы А вот на высоких частотах здесь имеется вот такой вот провал и такой вот горбик В общем-то, как вы видите, такой же примерно есть и у Hi-Fi Man'а Но у Hi-Fi Man'а он, скажем так, по отношению ко всей остальной линии более выровнен Так или иначе, диапазон у обоих наушников хороший И к недостаткам Olo можно отнести вот этот вот горбик, но в то же время это и преимущество, которое дает этим наушникам вот это вот вкусное, заполняющее звучание Что хочется сказать про наушники Пошел, как обычно, перед сном послушать наушники, подключил их и мне попалась одна из таких достаточно медленных роковых композиций Там блюз еще какой-то был и так далее И вы знаете, вот лег я где-то в 12 часов ночи, но при этом прослушал эти наушники до 5 утра Я не мог просто-напросто оторваться Кому же я могу порекомендовать эти наушники? Совершенно точно не 99,9% тому тех, кто смотрит этот ролик Эти наушники могут понравиться тем, кто устал от крутого звука Если у вас в коллекции есть несколько крутых из-за динамов, там по 50, по 100 тысяч или даже больше рублей Вы устали от звука, который прям идеальный Там вот каждый инструмент на любой скорости композиции, 25 барабанов, 7 гитар Там 5 исполнителей вокальных и мужских и женских и с огромным диапазоном Короче говоря, вот те наушники, которые играют все идеально Если вы от них устали, но при этом вы хотите ощутить душу Вот знаете, когда на гитаре, там же струнки бывают как бы просто прямые, да Бывают вот завитые Я не музыкант, я описываю простыми словами Бывают как вот пружинка Вот когда гитарист перебирает вот эти струны Вы слышите не только как пальчики цепляются за струны Но как эти пальчики перебирают, вот касаются каждого завитка этой струны На медленных композициях эти наушники просто невероятно детальные Вы в них услышите гораздо больше, чем даже в самых крутых из динамов Ну, по крайней мере, которые я слышал Эти наушники дают услышать душу исполнителя Вот вокальные партии, голос, вот эти вот обертона Это просто невероятное ощущение кайфа от того, что вы слушаете Эти наушники совершенно в кашу сваливаются на быстрых композициях Эти наушники не могут играть даже нормально, даже металлику Хотя ее нельзя назвать быстрой, а в чем-то более сложном, где больше инструментов одновременно и так далее Все сваливается в жуткую кашу Но при этом, вот если вы от этого всего устали От того, что все идеально Вы хотите послушать вот такой теплый, ламповый, динамический звук В котором вы ощутите на медленных композициях Вот прям каждое придыхание В толпе есть это лайв-запись Вы слышите, как, знаете, когда толпа кричит что-то Или хлопает в ладоши, еще что-то Там идет, как правило, волна То есть не просто вот все как-то так вот кричат А идет волна Вот эта волна просто раскатывается по залу Невероятнейший вот стереоэффект, которого я не слышал Ни в одних даже очень дорогих из динамов Это просто потрясающие душевные наушники Которые вы будете одновременно любить и ненавидеть Знаете, вот если бы этим наушникам Вот добавить детализации в быстрых партиях Если бы чуточку в них сгладить вот этот вот горбик Который у них есть на мидбасе Они бы превратились в еще одни хорошие наушники Но вот эти наушники отличаются от хороших Тем, что они имеют собственный характер Этот характер вам может понравиться или не понравиться Вы можете кайфовать от вот этого горбика на мидбасе От того, что у вас даже вот этот горбик Вы, наверное, заметили Это в композиции последний Который был с бывшей женой Михаила Круга Последний Когда у вас идет мидбас Все наушники Ну, в смысле, Hi-Fi Man, допустим И флаг файл, который был в качестве исходника Там линия показывается Вот горбик на мидбасе Потом вниз И она проседает А на этих наушниках он проседает И потом все равно держится ровно Что это значит? Что во время звучания этих наушников Басовые партии Они обладают вот этим дополнительным объемом Который вы не получите в других наушниках Ну, по крайней мере, которые звучат правильно Это кайфно звучит на медленных композициях Это дает такой объем Такой вот прям обволакивающий звук А в быстрых композициях Или где много разных инструментов Просто-напросто Этот вот гул этот Он перебивает все остальное Все свалится в кашу И, короче, получается полный кошмар На этих наушниках Вот можно слушать Детально-детально Просто, да Не знаю, вот Я не могу описать от слова Просто невероятно детально Вот каждое призвучие Но как только инструментов становится много Это все просто разваливается И сваливается вот в такую кашу Я не рекомендую эти наушники покупать Обычным людям Я рекомендую обязательно их послушать И потом уже для себя решить тем, кто зажрался Те, кто вот как у меня там Вот сейчас на стене сзади меня Хоть вам и не видно Ладно, я покажу Вы поняли? Там вот в данный момент 24 пары наушников висят И еще в столе здесь, наверное, пяток лежит И еще вот там вот висят Короче говоря, если вы зажрались И у вас есть огромное количество наушников В том числе хороших Послушайте эти Хуже вам не станет Но вдруг Если вы попадете в число тех Кто вот этот вот звук оценит Кстати, док Я думаю, что тебе понравится Вы будете меня очень сильно благодарить Всем остальным просто баста Категорическое нет Не берите эти наушники Они точно не для вас Они точно не для большинства С вами был Михаил Я надеюсь, что вам понравился обзор Честный И хочется верить Объективные обзоры На аудио Подписывайтесь Если вы здесь впервые Всем пока